Привет! Приветствую, я Дерек Уолкер, пастор Библейской Церкви в Оксфорде. Мы говорим о важности и силе благодарения, хвалы и поклонения. Это высшая форма деятельности человека, лучшее, что мы можем делать. Мы созданы для того, чтобы прославлять Бога, и делаем это, во-первых, через поклонение, а потом уж и через добрые дела. Наши хвала и поклонения крайне важны. Они определяют, кто мы и соединяют нас с жизнью, святостью, благодатью и силой Бога. Если мы попытаемся в своей христианской жизни жить без фундамента хвалы и поклонения, то окажется, что мы пытаемся жить своими силами, и нас ожидает провал. Потому что мы сотворены, чтобы функционировать под Божьей благодатью. А когда мы пытаемся жить своими силами, как нашим основанием для жизни, мы отрезаны от благодати и жизни Божьей. Когда в центре мы сами, то все зависит от нас, и это приводит к стрессу, беспокойству и провалу. Потому что мы предназначены не для такой жизни, но для жизни, завися от Бога как нашего центра и источника. Вырабатывая в себе стиль жизни в хвале, мы тем самым все больше приближаем наше сердце к Богу, доверяя Ему и покоряясь Ему как нашему центру, и завися от Его благодати как нашего основания к действиям. Это практический способ приблизиться к жизни, какую задумал для нас Бог. Когда мы строим свою жизнь на фундаменте хвалы, Божий престол возвышается через нашу хвалу. Он становится источником и центром нашей жизни. Как говорится в 21-м псалме, «Ты, святой, живешь среди словословий Израиля, твоего народа». То есть через нашу хвалу мы прославляем Бога на престоле. Он становится центром нашей жизни, когда мы славим Его. И таким образом мы обретаем свободу в сердце, освобождаясь от всякого рода плена, от результатов наших попыток занять место Бога в нашей жизни. Когда мы пытаемся все сами контролировать, вместо того, чтобы довериться Богу. Все эти три действия — благодарение, хвала и поклонение — работают в одной упряжке, приближая нас к Богу и отношениям с Ним. Благодаря Его мы признаем Божию благость и благодать, и благодаря этому мы имеем правильное отношение с Богом в покорности Ему и в подчинении Его благодати. В хвале мы признаем величие Бога и имеем правильное отношение с Богом в покорности Ему и подчиняясь Его величию. Поклонение — это высшая форма, когда наш дух напрямую связан с его духом В личном общении с Богом лицом к лицу В поклонении мы признаем Божью святость, имеем правильное отношение с Богом В покорности ему и подчиняясь его святости Таким образом мы входим в глубокое личное познание Бога, переживая встречу с ним Через благодарение, хвалу и поклонение Наше сердце настраивается на то, чтобы быть восприимчивым к Богу Дабы нам получить полноту его благодати, наполниться духом святым и принять благодать для жизни Хорошее место у благодарения мы находим в послании к евреям, 12 главе, 28 стихе Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать Или быть благодарными Это можно перевести двумя способами Которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом В Библии короля Иакова стоит «будем хранить благодать» А в новом международном переводе стоит «быть благодарным» Оба перевода верны, так как в греческом слово «благодать» и слово «благодарение» имеют тот же корень «харис» Так что между «благодатью» и «благодарением» очень тесная связь А неблагодарное сердце отделено от благодати Божией Невозможно наслаждаться Божией благодатью, если мы неблагодарны Полное значение этого места мы получим, если соединим оба значения И это объясняет, как мы должны принимать все, что Бог имеет для нас в Его Царстве Тут сказано «Итак, мы приемля царство» То есть дело в том, чтобы принять царство, принять Божию благодать Божия благодать приходит к нам от Его власти, от Его Царства И мы должны покориться Его благодати, принять ее Итак, мы приемля царство непоколебимое Божия благодать непоколебима Она надежна На нее можно положиться Он говорит «Итак, мы приемля царство непоколебимое будем хранить благодать, или будем благодарны «которою», то есть благодатью, будем служить благоугодно Богу. То есть, во-первых, мы принимаем через то, что мы благодарны, и через Его благодать. И таким образом мы имеем Его благодать в своем сердце. И когда мы уже приняли Его благодать, на ее основании и в силе этой благодати мы можем служить благоугодно Богу. Слава Богу! Благодать — это то, что Бог сделал доступным для нас как дар через Иисуса Христа. Благодать в Духе Святом, но чтобы владеть ею в нашем сердце, мы должны, во-первых, активировать ее через благодарение. Мы должны признать, что Бог — источник благодати. Поэтому благодаря Богу мы признаем и активируем благодать, и она может течь в наше сердце. И затем мы можем верой принять в свое сердце и овладеть благодатью, и затем жить этой благодатью. Это немного похоже на загрузку из интернета. Вы должны сначала активизировать загрузку, найти нужное и нажать кнопку, которая вам нужна, то есть активировать. И точно так же вы получаете доступ к Божьей благодати через то, что признаете Божью благодать и благодарите Бога за Его благодать. И тогда вы можете принять ее или загрузить в свое сердце. Так же благодарение — это правильный ответ на Божье даяние. Бог — даятель, и ты воздаешь даятелю своим благодарением. Это правильная реакция. Ты показываешь, что ценишь его подарок из самого даятеля через то, что сам даришь ему свои слова благодарности. Итак, вслед за даянием должно следовать благодарение. Это логическая последовательность. Если вы благодарите, вы движетесь в одном духе с его даятелем, с Богом, и это поддерживает вашу связь и единение с Богом через благодать вашим сердцем. Это открывает ваше сердце, чтобы принять еще больше его благодати, потому что вы течете с Богом в одном духе. Это очень важно. Благодарение признает, что Бог — наш источник, и через него мы поддерживаем связь с Богом, как с нашим источником благодати и жизни. Неблагодарность препятствует потоку благодати и жизни в наши сердца. Поэтому мы должны формировать в себе благодарное сердце, чтобы постоянно возрастать в Божьей благодати. Вот несколько ключевых мест о благодарении. Это послание к Колоссинам, 3 глава, 15 стих. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте благодарны». Это не совет, а повеление. «Слово Христово довселяется в вас обильно, со всякую премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиям и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господов. И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа и Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Здесь мы видим, что все, что мы делаем, должно быть во имя Господа Иисуса. И все, что мы делаем, должно быть выражением Его благодати, которую мы приняли в наши сердца. За это мы должны непрестанно благодарить Бога. То есть постоянно все, что мы делаем, мы делаем во имя Иисуса. И также, что бы мы ни делали, мы благодарим Бога, признаем, что эта Божья благодать дает нам силы. Мы видим, что благодарение должно стать стилем жизни, а не просто действием от случая к случаю. Следующее место подтверждает это, это послание к Ефесиным, 5 глава, 18 стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа». Итак, мы принимаем дух Божий, свое сердце верой, но чтобы нам оставаться исполненными духом, нужно, чтобы наши сердца оставались открытыми и мягкими для Божьей благодати. Как? Через стиль жизни благодарения. Мы должны всегда благодарить Бога за Его неисчерпаемые потоки благодати для нас. И, кстати, мы не благодарим Бога за все в нашей жизни, к примеру, за зло, потому что зло приходит не от Бога. Болезни и проклятия не приходят от Бога. Бог нам этого не давал, и не нужно Его за это благодарить. Потому что было такое лжеучение. Благодарите Бога за болезнь и за все злое, что с вами происходит. Мы благодарим людей именно за то, что они нам дали. Поэтому благодаря Богу за зло мы богохульствуем. Мы ложно обвиняем Бога в том, что это Он сделал зло. Мы порочим Его имя, обвиняя Его в том, чего Он не делал. В послании Иакова сказано, «Как бы я хотел, чтобы верующие это увидели?» В искушении или испытании никто не говори, «Бог меня искушает». Потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого. Бог не испытывает человека, принося зло в его жизнь. А в Ефесинам 5.20 говорится, «Благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа». Грех, болезнь и проклятие не приходят во имя Иисуса. Мы должны благодарить Бога за то, что делается во имя Его. Праведность, святость, благословение, победа, честь и мудрость. Все это дается нам, Богом, во имя Иисуса. И поэтому за это мы должны Его благодарить. Ну а третье место — это первое послание Фессалоникицам, 5 глава. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе». Обратите внимание, что в английском стоит предлог «в», а не «за». Во всем будьте благодарны, а не «за все». Во всех обстоятельствах, даже негативных. Я бы сказал, особенно в негативных ситуациях мы должны продолжать быть благодарными Богу не за зло, но признавая все, что Он сделал для нас, признавая все добро, что Он сделал для нас, и сделает еще, включая эту ситуацию. Он все обратит ко благу. Он изменит нас к лучшему через эту ситуацию. И благодаря Его в таких обстоятельствах мы остаемся зависимыми от Его благодати. Он даст нам все, что нужно для преодоления этой ситуации. Поэтому мы можем сказать, «Господь, я благодарю Тебя. Ты обратишь всю эту ситуацию во благо мне, как Ты и обещал. Я выйду из этой ситуации лучше и сильнее». Здесь сказано, что это воля Божия о вас. Кто хочет знать волю Божию для вашей жизни? Так вот она. Будьте благодарны Богу во всех ситуациях. Во всех ситуациях благодарите Его, ибо это воля Божия для вас. Это будет правильной реакцией с вашей стороны. Даже в плохой ситуации признайте, что Бог благ, и благодарите Его. Наше четвертое место — «Облагодарение филиппийцам 4», глава, 6 стих. Не забудьте с ней о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. То есть в наших молитвах всегда должно быть благодарение. Наши молитвы не будут полными, пока в них нет благодарения. Благодарение признает, что Бог нас любит, что Он слышит наши молитвы и отвечает на наши просьбы. Оно выражает нашу веру и уверенность в Божьей благодати. Мы благодарим Бога даже до того, как увидели ответ. Это называется «жертва благодарения». Так мы его почитаем. Существует два вида благодарения. Простое благодарение, как наш ответ на то, что Бог нам дал и на то, что уже проявилось в нашей жизни. Будет правильным ответить Богу благодарностью за то, что Он что-то сделал для нас. Мы не должны принимать Божьи проявленные благословения как должное. То, что у нас есть здоровье, есть крыша над головой, это нормально. Благодарить Бога за это. Наивысшая форма благодарения называется «жертвой благодарения». Она основана на его характере, на его любви и верности, а не на каком-то конкретном проявлении его любви. К примеру, отец говорит сыну, «На день рождения я подарю тебе велосипед». Если сын верит отцу, то он тут же начнет благодарить отца даже до того, как он увидел велосипед, до его покупки, потому что он словил отца на слове. Он не просто благодарит отца, но он хвалит отца, признавая, что его отец добр и щедр к нему, что он держит слово. Если же он говорит, «Что ж, поверю, когда увижу, не поверю, пока не увижу по факту». Мы видим здесь недостаток веры. Это наивысшая форма благодарения, когда мы еще не видим ответ, но уже благодарим его. Мы выражаем веру в Бога, основанную на его благости, на его характере. Это жертва благодарения, потому что зачастую мы этого не чувствуем. Чувство благодарности приходит, когда мы видим явный ответ. Но Богу больше нравится, когда мы приносим ему жертву благодарения. Пример жертвы благодарения мы находим в послании филиппийцам 4 главе. Выразили Богу просьбу, особенно о том, за что вы волнуетесь, и начните благодарить Бога за то, что Он ответит и поможет вам. Итак, мы начинаем с того, что благодарим Бога за Его любовь и доброту, за то, что Он слышит наши молитвы. Мы настраиваемся на позитив. Мы выражаем Ему свою просьбу. Если мы знаем, что это по воле Его, мы начинаем благодарить Его. Спасибо, Господь, что Ты услышал меня. Ты вмешиваешься в мою ситуацию. Почему жертва благодарения? Потому что вы еще не увидели ответ и должны отвергнуть свою плоть, умертвить свою плоть. Вы послушны голосу Духа, а не голосу плоти. Потому что плоть благодарит только по факту, когда получен ответ. Итак, Бог желает нашей жертвы благодарения. Чтобы выразить саму просьбу, много времени не нужно. Но потом мы должны пребывать в состоянии благодарения и ожидания. Евреям 13 глава говорит об этом. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы или благодарения, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Обратите внимание, мы благодарим во имя Его. Наша благодарность основана на Его верности, на Его имени, на Его характере. Здесь сказано о жертве хвалы. Это хвала, потому что в хвале мы провозглашаем превосходство Божьего имени. В Его имени, Его естество, Его характер и верность. Мы тем самым проявляем свою веру в Божью верность. Поэтому благодарение касается того, что Бог совершил уже, совершает сейчас, и что еще совершит. А хвала касается имени Бога, того, кто Он. Жертва благодарения охватывает и благодарение, и хвалу. Итак, мы приходим к Богу в молитве. Мы имеем веру, что принимаем Божьи обетования. Божий ответ принимается верой в наши сердца, и когда мы знаем, что приняли ответ от Него верой, мы приступаем к благодарению. Спасибо, Господь, что Ты даешь это мне. Я уже это имею. И затем мы доверяем Богу, что Он это исполнит. Благодарение поддерживает нашу веру в активном состоянии. Мы доверяем Богу. Спасибо, Боже, что Ты это совершаешь Духом Своим. Поэтому через благодарение мы также исповедуем свою веру и уверенность. Уверенность в то, что Бог все совершит. Через благодарение. Римлянам 10 глава. Это место относится не только ко спасению, но и ко всем обетованиям. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, Господом той ситуации, о которой ты молишься, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, воскресил для того, чтобы дать себе жизнь, то спасешься». То есть, примешь целостность, примешь ответ на свою молитву, потому что сердцем веруют к праведности. То есть, в вашем сердце вы будете иметь правильное положение пред Богом. Вы будете стоять на обетовании твердо. И когда это уже есть вашим сердцем, тогда написано «устами исповедуют ко спасению» или другими словами «к исполнению и проявлению Божьих обетований». Если мы что-то приняли от Бога, важно исповедовать, благодарить Бога за то, что Он это исполняет, приносит в нашу жизнь. Мы принимаем это в сердце и затем исповедуем, пока это не исполнится. И когда мы благодарим Бога, Его сила действует, чтобы это исполнилось. Итак, рассмотрим две вещи, которые совершает благодарение. Во-первых, через Него мы получаем доступ в Божию благодать. Когда мы неблагодарны, когда принимаем Бога как должное, это отрезает нас от Божьей благодати, от Его потока. Когда мы благодарим, это открывает врата Божьего сердца, активируется и высвобождается поток Его благодати на нас, и в то же время открываются врата наших сердец, чтобы нам принимать Его благодать. То есть, благодарение открывает врата и Божьего сердца, и наших сердец. Входите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою, или с благодарностью. Славьте Его, благословляйте имя Его. Если вы чувствуете себя далеко от Бога, вы молитесь, но все равно чувствуете, что Бог где-то далеко, возможно, это потому, что вы не приходили к Нему с хвалой и благодарением через способ, описанный в Псалме. Но как мне благодарить Бога, если я ничего не чувствую? Он желает, чтобы вы приносили Ему жертву благодарения. Входите во врата Его с таудах. Это слово означает «жертва благодарения». Невозможно иметь близкий доступ к Богу без хвалы и благодарения. И затем перечисляются три причины, за что Его благодарить. «Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его», то есть верность Его, в род и род. Как бы мы себя не ощущали и какими бы ни были наши условия, это всегда является истиной. Что бы ни происходило в нашей жизни, у нас всегда есть основания благодарить Его. «Ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в рот и род». Поэтому мы можем хвалить и благодарить Его, воздавать Ему благодарение, перечисляя наше благословение, а затем благодарить Его за то, что Он еще сделает в нашей жизни. Начните с благодарения за то, что Он уже сделал, и продолжите благодарением за то, что еще сделает на основании Его обещаний и Его верности. Он совершит, что обещал. Итак, это первое, что делает благодарение. Оно вводит нас в Божьи дворы и также открывает сверхъестественную Божью силу. Мы видим это в Евангелии от Луки 17 главе. В истории, где говорится о встрече десяти прокаженных с Иисусом. Они остановились вдали и громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, Он сказал им, «Пойдите, покажите священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, всего один, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал Ниц к ногам Его, благодаря Его. И это был Самаринен. Тогда Иисус сказал, «Не десять ли очистились?» «Где же девять?» «Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал Ему, «Встань, иди, вера твоя спасла тебя, сделала целостным». Этот один отличался от остальных девяти. Чем? Один говорил, «Я и так уже выздоравливал», «Другой, я хороший человек и заслужил это исцеление». «Третий, я послушался, пошел, и моя вера произвела исцеление». Еще один прославил за это священника. Другой же посчитал, что все пришло само собой. Кто-то из них сказал, «У меня нет времени снова идти к Иисусу, чтобы поблагодарить». Еще иной сказал, «Просто наступило время для моего исцеления». Кто-то посчитал, что это просто внезапная ремиссия, и только один из десяти прокаженных имел благодарное сердце. То, что сердца остальных были огрубевшими, означает, что они не смогли принять всего того, что Бог имел для них. Да, они очистились от проказа, от этого кожного заболевания в теле. Но сердце того, кто вернулся и поблагодарил, было открыто для Божьей благодати. Иисус сказал, что он будет целостным. Больной проказой мог потерять палец, потерять часть тела, как, например, руку. Представьте, что этот прокаженный был бы без руки. Он не только очистился, но поскольку он поблагодарил Иисуса, его сердце было открыто для благодати Божией, и недостающая рука была восстановлена. Или недостающий палец. Все восстановилось. Когда Бог начинает в вас работать, благодарите Его, и это позволяет Ему продолжать. И Он сделает вас совершенно, целостным, во всей полноте. Еще один пример — насыщение пяти тысяч. Написано, «Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики, возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел». Ключ в том, что Он воздал благодарение Богу. Как только Он возблагодарил, это открыло двери для того, чтобы Божие благословение сошло на эти хлебы и умножило их. Ключом было благодарение. Мы видим, что Иоанн это понимал, потому что в 23 стихе он пишет, «Между тем пришли из Тевериада другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб, по благословении Господнем». Они благословили Господа и потом ели. Поэтому ключом к умножению хлебов было благодарение. Это открыло двери для чуда от Бога. Когда мы благодарим, мы открываем двери для Божьей сверхъестественной силы. А если не благодарим, то закрываем двери. Похожий пример мы видим при воскрешении Лазаря в 11 главе Иоанна. Иисус сказал, «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня». Сказав это, Он возвал громким голосом, «Лазарь, иди вон». И вышел умерший. Заметьте, Иисус молился к Богу о воскрешении Лазаря и затем поблагодарил Бога за то, что он услышал его. И это активировало силу Божию. Поэтому, когда Он приказал, высвободилась сила Божия. Увидьте, насколько важным было благодарение. Пока мы не выработаем привычку благодарить Бога, нам будет не хватать чудесной силы Божией и благодати. Постоянно благодарите Бога за то, что Он сделал для вас сотворение и спасение, за то, что Он делает для вас каждый день, за Его любовь и все необходимое, и за то, что Он сделает для вас в будущем и в вечности. Продолжайте благодарить. Мы приглашаем вас на наши воскресные собрания, которые проходят в 11.00 и в 18.00 по адресу, которые вы видите на экране. Приходите, мы ждем вас.